Здравствуйте, меня зовут Светлана Перотти, я преподаватель живописи, художник, и сегодня я вам расскажу о том, что такое метод интуитивной живописи Перотти, и как мы по этому методу обучаем наших учеников. Ну, во-первых, отвечу на вопрос, который мне задали после предыдущего видео, как вообще начать заниматься живописью, что для этого нужно, непосредственно какие материалы покупать, куда идти, что делать, вообще куда бросаться. Ну, во-первых, скажу, что список материалов можно будет найти ниже после этого видео, либо можно посмотреть на сайте школы Перотти, и даже там же в школе Перотти пакет для начинающих, для новичков приобрести, перотискул.ру наш сайт. Ну, и вот когда вы уже приобрели первые необходимые вам инструменты, это кисти, это, конечно же, краски, это холст, дальше задайте себе тот вопрос, о котором я говорила в предыдущем видео, но повторюсь, спросите себя, готовы ли вы заниматься дома в одиночестве, и пытаться бороться со своими страхами и с моментами, когда что-то не получается, либо вы готовы прийти и учиться с профессионалами рядом с такими же, как вы, либо третий вариант – это учиться по видеоурокам, которые мы тоже скоро будем для вас создавать. Что такое метод Перотти и из чего он складывается, из каких этапов, с чего мы начинаем и к чему мы можем прийти? Но, как я сказала, что метод подразумевает очень мощную эмоциональную составляющую и часть, которая называется грамота или изучение живописных законов. Но все-таки для любого художника, особенно в нашем современном социуме, эмоциональная, психологическая составляющая творчества, наверное, наиболее важная часть, потому что сейчас не очень интересно смотреть на картину, которая похожа, не похожа. Это, знаете, вот в школах нас так учили, картину мы описывали с точки зрения какой-то истории, которая за ней стоит, либо с точки зрения похожа, не похожа. Когда мы идем на Арбат и видим там художники, которые пишут картины, ну просто вот прям как в жизни, но очень часто безграмотные, мы часто оцениваем с точки зрения похожа, не похожа. Но дело в том, что у живописи совершенно другой язык. Живопись это музыка, которая состоит из пластики, из пятна, да, пятна какого-то определенного цвета, из энергии мазка, из гармонии, сочетания цветов, линий, и нашей энергии, которую мы вкладываем во все эти составляющие. Вот в чем язык живописи заключается. Если картина совершенна и очень даже приближена к фотографии, и все как в жизни, но ничего внутри затрачено не было художником, никакой энергетической составляющей, эмоциональной составляющей нет, когда в каждом мазке не прожита собственная жизнь или собственная эмоция, то картина это никогда привлекать не будет и никогда не будет интересно зрителю. У нас есть такое понятие, страх белого холста. С одной стороны, я боготворю белый холст за то, что он возможность прожить еще одну жизнь, потому что художник проживает миллион жизней за одну свою жизнь. А с другой стороны, конечно, у всех есть вот этот страх, а как прикоснуться к этой девственной белизне. Вот когда мы делаем первую линию, первый мазок, холст наполняется именно нашей энергией, он становится нашим пространством, уже он не принадлежит никому другому. И дальше я расскажу, как сделать имприматуру, это называется первый этап для того, чтобы прикрыть вот эту белизну и просто наполнить, пропитать холст своей собственной энергией, своими страхами, своим счастьем, своей любовью, своими страстями, напитать этот холст. И дальше, живя там в своем мире, уже начать проявлять то, что вы хотите написать. И еще, обещаю вам, что первая работа ваша, если вы будете слушать все советы, если вы рискнете сорваться в эту пропасть, первая работа у вас получится гениальная. Она обязательно, обязательно будет вас радовать, она обязательно будет классной. У меня не было таких случаев, чтобы у кого-то не получилась первая работа. Иногда вторая получается хуже, потому что человек уже пытается поймать то самое ощущение, которое было в первый раз, а ощущение-то поймать невозможно. Я вас уверяю, что нет алгоритма, который нажал кнопочку, и поэтому алгоритму опять вернулся в то состояние, и опять все получается. Этого и у художников нет. Каждый раз все заново. Каждый раз мы проживаем живые абсолютно новые чувства. Но первая работа получится обязательно. На вторую работу будем настраиваться немножко иначе. И вот в этом, наверное, уникальность и счастье, и удивительность того метода, который у нас получился, потому что действительно эта работа, это действительно получается у всех. Если вы решили заниматься живописью самостоятельно, помните, есть два подхода, и они абсолютно в разные стороны. Один подход профессиональный, один подход дилетантский. Я не осуждаю вообще дилетантскую живопись ни в коем случае. Вообще есть масса людей, которые с удовольствием пишут эти вот картиночки дилетантские, и замечательно, и радуются, и прекрасно. Пожалуйста, это ваш личный выбор. Но если вы решили идти по профессиональному пути, конечно, вам обязательно потребуется какое-то руководство, какого-то профессионала. Чем отличается профессиональный подход от дилетантского? Профессиональный подход сразу относится к картине как к целостному миру, как к цельному пространству, где все подчинено одно другому, где обязательно есть доминанта, есть главное, и есть все остальное, что этому подчиняется. Профессиональная работа подчиняется законам гармонии, которые есть во всех видах искусства, в кино, в театре, в музыке, в танце, везде. Дилетантский подход – это, если говорить про живопись, это изобразительный подход. Это подход описательный. Я написала домик, там крышу, окошко, в окошке бабушка, там цветочек. Не важно, что все детали одинаково тянут на себя внимание. От этого, как мы художники говорим, картина разваливается. Для дилетанта это не очень важно. И опять же, это не плохо, не хорошо. Просто если мы говорим о гармонии, то нам в профессиональную сторону. Если мы говорим просто о неких изобразительных картинках, о какой-то попытке передать, просто скопировать реальность, то тогда можно и без профессионалов. Это тоже правда. Вот мы с вами говорим исключительно о профессиональном подходе, о целостности, о гармонии и о том, что нас ведет в бесконечность. Потому что, когда мы идем в сторону гармонии, мы идем в сторону к любви, к свету, и это путь бесконечный. Здесь можно создавать столько миров, здесь можно нарушать законы, здесь можно летать, лавировать, здесь можно фантазировать, но при всем при этом все время ощущать, что есть, главное, есть гармония, вот внутри этого пространства можно улетать в любые, в любые бесконечные миры и на любые планеты. Здесь решать только вам. Что касается лично меня, то для меня как живопись, так и преподавание это две абсолютно равные вещи, и это для меня разные формы проявления своей творческой энергии, и для меня это одинаково мощная страсть и просто удивительное, важное дело в жизни. Поэтому из-за того, что у нас работают одни профессионалы, конечно, никто из нас, мы не допускаем дилетантского подхода к живописи, мы стараемся, чтобы из наших рук, из рук наших студентов выходили только красивые, гармоничные, удивительные, профессиональные вещи. Именно поэтому на выставках, которые проводим мы с нашими учениками, всегда бывает очень много художников и представителей Академии художеств, московской и питерской, всегда восхищаются потрясающим уровнем работ наших студентов, хотя многие из них занимаются всего лишь год или два, а кто-то и полгода, и уже создают какие-то фантастические вещи. Таких примеров очень много. Ну вот, подводим итог. Во-первых, мы за профессиональный подход, и метод Перотти – это пропрофессионализм. Второе, все ваши страхи я вам обязательно помогу преодолеть. Знаете почему? Потому что вы настолько уникальны, и ваш мир, и ваш опыт уникален, неповторим, что мы его попытаемся вместе сохранить, и попытаемся сделать так, чтобы вам было легко трансформировать его в искусство. Нам важна ваша уникальность, поэтому страхи уйдут. Мы их просто проживем вместе на холсте, мы не будем их прогонять. Мы их проживем вместе с мазками, вместе с цветом, вместе с линиями, с пятном, с сниманием каких-то кусков мастихином, опять накладыванием густых мазков. Мы позволим себе эти страхи прожить. Я вас уверяю, они уйдут. Ну, и что у вас будет за первые одно, два, три занятия? На первом занятии вы напишите картину в стиле импрессионизм. Ну, а за три занятия вы уже узнаете несколько очень-очень важных законов живописи. Как раз три главных закона вы узнаете. И на этих трех законах держится картина, держится живопись. Ваша первая картина удивит и поразит вас самих. Но еще первые три картины, а уж дальше я просто уже не говорю о том, что будет происходить, но первые три картины удивят ваших друзей, они вас откроют заново, они будут поражены тем, что, оказывается, у вас скрывался такой талант. Если вы женщина, то ваш муж наверняка будет просто в восторге от того, что он не знал чего-то о своей любимой, и вдруг узнал, что она так талантлива, что она чувствует свет, что она владеет еще одним прекрасным языком, языком живописи. Многие мужья, кстати, относят первые картины в свой офис и вешают там с гордостью, рассказывая коллегам, что это пишет их жена. Ну и, конечно, в восторге будут ваши родные, близкие, и вы сами, повесив свои работы в своем доме, возможно, будете каждый день восхищаться и наслаждаться тем, что это ваше первое самостоятельное творчество, искреннее, честное, эмоциональное, наполненное. Ну и теперь главный сюрприз, которого все так долго-долго ждали. Скоро начнется мой первый онлайн-курс, где я буду лично с вами присутствовать в процессе вашего первого шага в творчество. Я буду сама при вас писать, показывать, как это делать, рассказывать, что я чувствую, и вы будете пытаться наблюдать за собой и потом делиться тем, что чувствовали вы. Я буду рассказывать вам об основных законах первой вашей картины и вообще о законах живописи, гармонии. Я буду рассказывать, как правильно эмоционально атаковать этот белый холст живо, глубоко, мощно. Я буду рассказывать, как сначала развалить немножко картину по цвету, а потом ее собрать, как обобщать работу, как работать с деталью, и нужна ли деталь, и вообще в чем польза и вред деталей. И, конечно, расскажу, как картину закончить, как выдохнуть, как ощутить это невероятное счастье и благодарность за то, что этот опыт случился. Я буду отвечать на все ваши вопросы. Поверьте, глупых вопросов в живописи не бывает, как многие говорят, «Ой, у меня есть глупый вопрос». Не бывает, потому что это абсолютно новый для вас язык, новая область. Я буду отвечать на все вопросы с радостью, с удовольствием. И мы напишем с вами вашу первую картину. О датах нашего онлайн-курса смотрите внизу после этого видео и пишите. Жду ваших писем с вопросами. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok